здравствуйте меня зовут федор васильев и в этом уроке мы с вами рассмотрим страницу аккаунт покупателя сейчас вот на демо магазине я перешел на эту страницу мы можем здесь видеть все необходимые параметры здесь у нас имеются вкладки можем посмотреть профиль покупателя то есть соответственно сам покупатель когда авторизуется он здесь может смотреть корзину просмотренные продукты ваш список желаний и одно из самых важных ваши заказы давайте такой организуем у нас на сайте заходим в админку нашего сайта и мы сразу с вами создаем меню также создам меню в меню left нажимаем создать выбираем jumala касса и самый первый пункт меню здесь аккаунт покупателя клика сюда данное меню как-нибудь обзываем также здесь есть параметры страницы h2 описание и давайте сразу прикрепим какую-нибудь иконочку загрузить сохранить и закрыть давайте перейдем на наш сайт обновим страницу и вот аккаунт покупатель у нас появился если мы сюда перейдем мы видим те же самые вкладки здесь можно авторизоваться зарегистрироваться прямо отсюда соответственно вот это вот регистрационный поле это уже нас перебросила стандартные поля джумла и так давайте посмотрим какие есть настройки для данного аккаунта в админке мы переходим компоненты джумла касса переходим настройки и у нас с вами осталась последняя вкладка который мы не разобрали из всех всевозможных здесь настроек компоненты джумла касса это аккаунт переходим сюда здесь принципе ничего сложного нет здесь вы просто определяете что вам нужно показывать а что нет то есть начнем сначала ссылки профиль покупателя то есть если мы с вами посмотрим сюда мой профиль сейчас не видим потому что надо авторизоваться как админ я зайду будем считать что я покупатель вот сразу мы видим контактные данные можем изменить профиль выйти и вот видите вот здесь первый профиль покупатель у нас появился вот мы переходим в профиль здесь наше имя логин дата регистрации дата последнего посещения изменить профиль и мы можем здесь внести какие-то изменения например мы хотим ее скрыть мы вот здесь нажимаем скрыть сохранить первая вкладка у нас скрылась ну и так далее регистрация регистрацию мы можем вывести в отдельный например страницы или вкладки можно оставить и здесь уже все понятно кардина покупателя всплывающем окне просмотренные продукты я советую здесь все показать контактные данные здесь также можно посмотреть поиграться что-то поскрывать попробуем скрыть изменить профиль сохранить обновляемся и у нас здесь кнопки исчезли там где мы могли изменить профиль свой и у нас здесь все по нулям вот зайдем ваш заказы ничего здесь нет давайте посмотрим как это все наполняется то есть мы зарегистрировались на сайте и хотим что-то купить переходим в товары вот этот товар я например добавлю в список желаний продукт успешно добавлен закрываем дальше вот этот товар я кладу в корзину просто вам сейчас хочу показать а вот этот товар я хочу купить сразу нажимаю купить заполняю например здесь все данные и нажимаю платить переходим аккаунт покупателя и что мы видим у нас был здесь все по нулям так в корзину у меня товар почему-то не добавился давайте попробуем добавить какой-нибудь товар в корзину переходим аккаунт покупателя вот теперь в корзине товар есть ваша корзина заходим ну вы это окно уже знаете это наша корзина то есть это все мы можем просматривать вот видите из аккаунта покупателя дальше смотрите просмотренные продукты здесь показан просмотренные продукты то есть куда я только что зашел до после авторизации ваш список желаний пожалуйста здесь будет отображаться список желаний по крестику можно из этого списка удалять продукты которые вы добавили в желаемое можно отсюда его прямо купить вот кнопочку купить закрываем это окно ваши заказы заказ здесь у нас видите сразу идет одобрена потому что у нас магазин так настроена вообще у нас принципе это еще не настроены поэтому на это не обращаем внимание и вот заказа который я купил здесь мы можем посмотреть данные заказа здесь стоимость продукта стоимость доставки которые была выбрана по умолчанию и того данные покупателя данные доставки то есть все все здесь очень аккуратно устроена и так сейчас я кое-какие параметры изменил сделал так чтобы человека перебрасывал на страницу ожидания после того как он купил и вот к этому товару у нас привязан цифровой товар если вы помните хочу вам показать как выглядит цифровой товар в аккаунте покупателя я нажимаю купить здесь нажимаю оплатить и теперь я перехожу аккаунт покупателя ваши заказы и вот смотрите видите вот нижняя вкладка здесь даже у нас напротив иконка говорящий о том что новый заказ ожидает модерации если мы кликнем по этой ссылке мы видим вот этот продукт вот этот смартфон pink смотрите прикрепленные файлы то есть допустим это цифровой товар видите что написано файлы будут доступны при успешном состоянии заказа то есть когда вы оплатите то есть товар уже в админке администратор магазина увидит что вы оплатили одобрит данный товар и прямо отсюда вы сможете скачивать цифровые товары например администратор одобрил ваш заказ то есть вы оплатили он увидел что средства пришли и сейчас мы заходим в аккаунт ваши заказы и вот нижний заказ он оплаченный и теперь вместо текста которым мы видели вот здесь вот файл будет доступен при успешном состоянии заказа мы видим кнопку с книжкой то есть кнопку для скачивания вот я кликаю и видите у меня идет скачивание данного данной книжки то есть вот так вот работает аккаунт посетителя если ограничение на скачивание нет как я уже говорил например человек мог потерять там цифровой товар он может авторизоваться на вашем сайте зайти в аккаунт зайти заказы зайти свой заказ да и скачать то что он потерял то есть вот так вот это все работает вот в принципе все об настройке аккаунт думаю здесь все понятно здесь настроек особо немного здесь также можете заполнить маску поле мобильного телефона и обычного телефона как это делается вы уже умеете на этом здесь все и увидимся в следующем уроке а